Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о самых ярких и интересных новостях из мира музыки за последнее время. А перед началом данного видео хочу всем порекомендовать подписаться на этот канал, чтобы не пропускать интересные истории из мира музыки, а также быть в курсе всех новостей. Поэтому, мои дорогие, подписывайтесь прямо сейчас! И начнем мы с вами со сногсшибательной певицы Полины Гагариной. Она презентовала свою новую песню, которая называется «На расстоянии». Вот что написала Полина в своем инстаграме. Так много разных чувств сошлось в этой песне. И тоска, и воспоминания, и сомнения, и радость. Но самое главное – это надежда. На завтра, на жизнь, на любовь. А надежда нас на плаву. Прислушивайтесь к себе и обязательно верьте в себя. Вот как Полина охарактеризовала эту песню. В песне исполнительница рассказывает о том, как тяжело переживать разлуку с любимым человеком. И как сильно она хочет с ним увидеться и быть рядом. Прилететь бы ветром в те края, где ты, чтобы незаметно прикоснуться. Кто знает, возможно, Полина Гагарина поет эту композицию для своего бывшего мужа, с которым они недавно расстались. Но в любом случае, композиция получилась очень душевной, и я всем советую ее послушать. Дима Билан тоже не отстает и тоже выпустил свою новую песню. Композиция называется «Dreams», что в переводе означает «мечты». Вот что Дима Билан написал по поводу этой песни в своем инстаграме. Внимание, друзья! Сегодня ночью на всех цифровых площадках открывается мой новый трек «Dreams», про который вы долго спрашивали. Люблю этот трек и уверен, что он вам придется по душе. Спасибо Артему Беловарову за такой мощный и качественный музыкальный продукт. И мое почтение Егору Сесареву за саунды-фишки, которые докрашивают этот добрый вайп. На самом деле композиция мне очень понравилась, и хочу отметить то, что Дима Билан стремится быть в тренде и постоянно меняется и усовершенствует свои песни, а также свой вокал. Также Дима Билан выпустил небольшое видео под эту песню, как он танцует, но видео непростое. Здесь танцует сначала он, а потом он превращается в мультяшного героя, и наоборот. Если вы любите треки, которые поднимают настроение, если вы любите потанцевать и любите треки, которые поднимают настроение, то советую вам послушать новую композицию Димы Билана. А вот следующая новость касается прекрасной певицы Ларисы Долиной. 10 сентября она отметила свое 65-летие. И ее даже поздравил президент России Владимир Путин. Вот что он ей сказал. Своим творчеством вы вписали яркие страницы в отечественную историю музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной джазовой исполнительских школ. Также он добавил, что Долиной на престижных зарубежных сценических площадках, а также в гастрольных турах по России всегда сопутствует большой успех. Такая профессиональная востребованность – это заслуженная награда за ваш щедрый талант и за вашу безграничную преданность своему призванию. Также президент пожелал Долиной здоровья и благополучия. И я также присоединяюсь к поздравлениям и хочу сказать, что Лариса Долина – это одна из самых лучших певиц на российской эстраде. А следующая новость касается всех любителей проекта «Голос». 4 сентября в эфире Первого канала стартовал новый третий сезон популярного российского шоу «Голос 60+.» Из 100 наставников заняли Елена Ваенга, Гарик Сукачев, Тамара Гверцители и Лев Лещенко. Большинство участников первого выпуска – это послепых прослушиваний, это профессиональные музыканты. На самом деле, мне очень радостно то, что на нашем телевидении существуют такие проекты, которые дают возможность музыканту в любом возрасте показать себя и показать свой талант. А следующая новость также касается певческого конкурса, но только на международном уровне. 14 сентября прошел отборочный тур конкурса детской песни «Детское Евровидение 2020». И назван участник, который будет представлять Россию на этом конкурсе. Ею стала София Фиськова из Санкт-Петербурга. Ей всего 10 лет. Но наверняка многие из вас уже видели эту девочку. Она знакома по роли Ассоль, которую она исполнила на празднике «Алые паруса 2020». «Детское Евровидение» пройдет 29 ноября в Польше в новом формате. Поэтому все ждем 29 ноября и болеем за Софию Фиськову. А теперь мы с вами перенесемся в другую страну. И следующая новость касается популярной южнокорейской группы BTS. Они выпустили документальный фильм, который называется «Би-Ти-Эс. Разбей тишину». В фильме отражены события 2018-2019 годов, когда группа отправилась в туры «Love yourself and speak yourself». В фильм вошли съемки за кулисами шоу, а также откровенные интервью с музыкантами. Мне кажется, всем любителям группы BTS будет интересно посмотреть, что же они покажут в этом документальном фильме. А теперь новость, которая касается Димаша. Его команда делится с нами магией создания новой композиции. КОНЕЦ 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 кусочек, но голоса Димаша еще никто здесь не слышал. Поэтому ждем не дождемся, когда на фоне этой прекрасной мелодии звучит голос Димаша. Еще одна новость, которая касается вокального конкурса. Популярного вокального конкурса America's Got Talent. Наверняка многие из вас знают, что Данелия Тулешева участвует в этом конкурсе. Она прошла уже все этапы, прошла четвертьфинал, а сейчас выступила в полуфинале этого шоу. Вы представляете, какого уровня она достигла? Это очень сложно. Шоу международное, участников огромная масса. А наша Данелия прошла и выступила в полуфинале. Я желаю ей удачи, надеюсь, что она покорит всех жюри и всех зрителей. И еще одна новость, которая касается зарубежной исполнительницы. 14 сентября исполнилось бы 37 лет британской певице Эмми Уайнхаус. Эмми Уайнхаус не только прекрасная певица, а также и автор песен. Она известна своим контр-альто-вокалом, а также эксцентричным исполнением нескольких музыкальных жанров. Это соул, R&B и джаз. Также она признана критиками одной из ведущих британских исполнительниц в 2000-х годах. И у нее целых 6 премий Грэмми. Я хочу сделать отдельный выпуск, который будет посвящен Эмми Уайнхаус. Если вы хотите его посмотреть, то обязательно напишите об этом в комментариях. Это были все самые яркие новости из мира музыки за последнее время. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк, писать комментарий и обязательно подписывайтесь на этот канал. До скорой встречи!